Можно ли в обычной арифметике всем числам спознать? Ну, оказывается, можно. И более того, эти самые игры позволяют расширить множество значений совершенно невообразимо. То есть я в анонсе писал про всякие бесконечно малые значения, бесконечно большие, нечеткие, и так далее. Но вот это, например, нечеткого значения в некотором смысле. Но она часть стоит с обычных чисел. Часть стоит с обычных чисел. И ваша сначала понят, что это неравноценная игра. Неравноценная игра означает, что у одного игрока одно множество возможных ходов, у другого другое множество возможных ходов. Неравноценная игра означает, что у разных игроков, у разных игроков, разное множество доступных ходов. А это, в свою очередь, означает, что нам мало знать, кто первый, кто второй. Важна еще как бы личность. То есть если раньше у нас, когда игра была равноценная, то важно было просто кто первый, кто второй. То теперь еще важно, кто из них левый, а кто правый. То есть тут первый, второй зарезервированы за порядком хода, а личность обозначается буковкой левый и правый или синий и красный. Значит, теперь важна личность. Важна личность игрока. И у нас теперь есть левый игрок, он же у нас будет синий. Также есть правый, красный. Но легко забыть, что R это и right и red, а L это left и в слое blue тоже есть. Буквейт. Теперь для любой игры будут четыре варианта. Если раньше у нас было только два варианта игры, один выиграет первый, один выиграет второй, то теперь четыре варианта. И получается такая тапличка. Значит, кто выиграет, если левый первый входит? Значит, левый первый. И если правый первый. То, соответственно, если левый первый, то может выигрывать левый. И может выигрывать правый. И если правый первый, то тоже может выигрывать левый. И может выигрывать правый. Значит, дальше, что в табличках? Тут у них 4 варианта, но пока что это будут условные названия, но у них, на самом деле, есть точный смысл. Значит, если всегда выигрывает левый, вот этот вариант всегда выигрывает левый. То есть это коротко можно сказать, что всегда выигрывает левый. И это, про это можно говорить, что игра больше нуля. А игра больше нуля, значит, выигрывает левый. То есть вот в этом углу всегда выигрывает правый. И тогда можно говорить, что игра меньше нуля. Дальше. Может быть так, что выигрывает второй. Значит, выигрывает второй, это вот эта вот клетка. Значит, здесь если левый первый выходит, то выигрывает правый. Если правый первый выигрывает левый. Соответственно, здесь выигрывает второй. И это означает, что это равно 0. Но заметьте, что это совпадает с тем, что было до сих пор. Как раз, когда у нас функция грани равнялась 0, то это означало, что позиция проигрышная. То есть выигрывает второй, то есть это как раз вот эта клетка. Вот. И, наконец, если выигрывает первый, да, то есть если сходит первым левый, то выигрывает левый. Если сходит первым правый, то выигрывает правый. Значит, это означает, что выигрывает первый. И тогда мы говорим, что игра не сравнима с нулем. И, соответственно, все неравноценные игры, где выигрывал первый, то есть где функция гранди была больше нуля, на самом деле попадает вот сюда. А то, что понятно, что равноценная игра, это часто очень неравноценная, поэтому пока что мы изучаем только вот эти две клетки. Хорошо, теперь вот там, где больше нуля и там, где меньше нуля, будут жить как раз обычные числа. И идея значения игры, это такая, так сказать, фора. Фора в количестве ходов. Идея в том заключается, что значение игры, это фора, то есть гарантирующего ходов, которые можно, например, не делать. Фора, то есть преимущество в количестве ходов. Давайте я на примере это покажу. Для начала, да, то есть хотя бы мы узнаем, что такое половина хода, да, что такое преимущество в половину хода. Да, я так не очень понятно, что такое. Преимущество в пять ходов, это понятно. Да, может опять провести пять ходов, самому ничего не делая. А потом уже начинать ряды. А что такое фора в половину хода? Мы рассмотрим это на примере вот такой игры. Она называется «Покин Гуш». Здесь игра такая. Имеется такая картинка, которая является раскрашенным графом. Значит, у этого графа есть красные и синие ребра, то давайте синий рисовать сплошным, а красный рисовать вот так вот контурно. Значит, здесь какая-то картинка такая, здесь ребра есть сплошные, есть такие контурные, да, можно тут циклы. Вот эти принципы в разных местах. В общем, это такая, такая, такая картина из ребра. И игра происходит таким образом. Левый за один ход может убрать любое синее ребро. То есть левый за один ход убирает любое синее ребро. Соответственно, правый убирает красную. Теперь еще, если какой-то кусок оказался не связанный с поверхностью, да, вот с этой землей, то он тоже исчезает. Если кусок графа остался не связанный с землей, то он тоже исчезает. То есть, например, синему, вот если синему берет вот это ребро, то это очень глупый ход. Потому что если он берет вот это ребро, то после этого красному берет вот это ребро. И после этого, соответственно, все закончится и красному ребру. Потому что у синего нет хода. Точно так же красному очень глупо убирать вот это ребро. Потому что после этого синему берет вот это ребро. Так что, ну, тут так трудно сказать, как они будут играть. Но скорее не будут пытаться верхние ребра Это вообще-то у синего больше ребра, поэтому синие скорее всего выиграет Но, значит, в этой игре как раз очень легко понять, что такое один Что такое земход? Это просто отдельное синее ребро, которое торчит из земли То есть вот такое вот одно ребро, это один И это, на самом деле, не то же самое, не то один, которое было вот там Да, значит, там это было все в деревноценных играх И, соответственно, те все значения, они со звездочкой должны восприниматься Только ноль, ноль и ноль со звездочкой, это даже ноль тоже А вот те все будут теперь со звездочкой А вот это настоящая девица, да, что как раз если у синего где-то здесь сбоку есть еще отдельное вот такое вот ребро То это означает, что у него есть лишний ход в сравнении с той игрой первого значения Соответственно, если есть красное ребро отдельно, то это, как помните, что? Минус один Минус один Потому что это теперь преимущество для красного, а для синего наоборот Но вот два можно себе представить как две отдельные палочки, а можно как и одну палочку двухэтажную То есть вот такая вот двухэтажная палочка Это два Потому что, конечно, здесь правильный ход это убирать сначала верхнюю палочку, а потом нижнюю Поэтому здесь есть запасная палочка Таким образом, легко понять, что такое любое нутральное и даже вообще ценное число ходов Значит, такой степень из n палок это игра n, из n синих палок А степень из n красных палок это игра минус Вот, и вот теперь, сейчас мы узнаем, что такое преимущество половины хода Да, мы узнаем, что такое сумма Соответственно, сумма в игре «Хакин куш» это просто вы две картинки в параллельно рисуете с одной и той же землей Вот, поэтому что такое половина хода? Что такое вообще число половина? И это такое число, что если вы его сложите само собой, то получите единицу Или, можно еще сказать так же, если вы прибавите само к себе, а потом прибавите минус единицу, то получите ноль Да, то есть если х плюс х минус 1 равняется ню, то это означает, что это равняется одной и второй Мы здесь знаем, во-первых, мы знаем, что такое равно нулю Равно нулю, значит, выиграют второй Мы знаем, что такое минус 1 Минус 1 это один красный стиль И теперь нужно найти такой х, что если сначала растет один х, потом другой, а потом еще красный округлок, то тогда всегда выиграют второй Ну и ответ вот какой Ответ, что одна вторая Это ситуация, когда у вас сначала одно синее ребро, а потом одно красное Вот если вы две такие штуки рассмотрите, а потом еще красный стебелек, то вот здесь как раз выиграют второй Почему? Потому что пусть синий ходит первый Синий, в принципе, все равно Да, у синего два хода симметричные, поэтому пусть он, например, вот это убирает и вот это красный тоже сочетает Да, вот это стерли, а что теперь красному нужно сделать? Красному нужно вот не вот это вот убрать Да, убрать вот это будет против штуки Да, нужно убрать вот это вот Тогда после этого синий убирает вот это вот и красный последний ход Поэтому красный выиграет Да, то есть если синий будет первым, то красный выиграет Теперь, если красный ходит первым Если красный убрал вот это вот, то тогда опять же синий выиграет Синий убирает одно из этих, потом красный убирает вот это и синий убирает последний А если красный убрал вот это, то что нужно синему сделать, чтобы выиграть? Уграть среднюю синюю. Нужно как раз другую убрать. Если красный убрал вот это, то синий убирает вот это. После этого красный убрал вот это, и синий срезает последний. То есть получается, что в такой игре начинающий проигрывает. Да, всегда у второго есть преимущество. Ну а как раз вот эти две одинаковые, это минус единица. Все вместе получается 0, значит это 1 вторая. Так, ну что? Понятно? Так, давайте что-нибудь еще возьмем. Ну понятно, что такое, например, 1,5. Да, 1,5 это 1,2 и еще один синенький балл. Например, что такое 1,25? А, что такое минус 1,2 еще? Ну да, в принципе тут можно, да, ключевое соображение вот в таких простых игр это соображение симметрии. Вот, и ясно следующее, что если вы все ребра перекрасите, красное в синее, синее в красное, то у вас получится минус то же самое значение. Почему? Потому что что такое минус x? Да, минус x это такое число, что x плюс минус x равняется 0. Вот, но если у вас две одинаковые картины, только на второй картине все цвета изменены. то тогда у второго всегда есть выборная стратегия, а именно отвечать симметрично. Да, да. Первый, например, синий. Синий здесь какой-то ребро стёр, а здесь есть такой же, как красный. Поэтому красный стирает такой же. Потом синий какой-то ещё ребро стёр, красный стирает такой же. Потом синий стёр какой-то вот здесь, красный стёр такой же. Ну и всё время есть симметричный ответ, поэтому второй выбирает. Поэтому минус x это всегда картина, где синий прикрашен в красный, красный в синь. В частности, минус одна вторая – это картина, где сначала синий ребро, сначала красный ребро, потом синий. Поэтому откуда взять минус одну четверть? Или даже просто одну четверть? Да, просто одна часть – это картина, когда у нас х плюс х минус одна вторая равняется 0. Ну и на самом деле, это вот такая картина. Здесь сначала одна синяя палка, а потом две красных. Значит, одна синяя, потом две красных. На самом деле, если вы дорисуете две такие штуки, а дальше еще вот такую штуку, то здесь тоже выигрывает второй. Ну давайте прикинем. Пусть входит первый синий. Но тут уже есть два варианта синие, либо вот эти обрезать, либо вот эту. Так, ну пусть она обрезала одну из этих, тогда это слишком исчезнет. Тогда красный, естественно, обрезает вот эту. Ну дальше, если синий обрезает вот эту, то красный выиграл. Если синий обрезает вот эту, то красный обрезает вторую оставшуюся, потом синий убирает вот эту, красный убирает вот эту. Вот. Если синий начал вот с этого, то ему уже хуже. Так, потому что у синие есть один ход, и, соответственно, это будет последний ход красный. Поэтому синий проигрывает, если первый начинает. Но, на самом деле, красный проигрывает. Если красный начал вот с этого, то он, очевидно, проигрывает. Да? Любим verder. Если красный начал вот с этого, то тогда синий убирает другую степень и получает просто семейничную игру. Поэтому вот эта лекарственница равна нулю, поэтому вот эта что-то действительно равна 1 четверть. Но, наверное, уже догадывается, что будет, если я три красных ребра, тогда я сделаю. Так думаете, что? Одна шестая. Нет, одна шестая. Одна восьмая, на самом деле. А, то есть вообще общее правило, может быть, доказать, что если у вас одно синее ребро, а потом n красных, то это будет равняться 1 делить на 2 в степени n. Ну, а если вы, например, возьмете одну штуку. Синяя, потом красная, потом синяя. То n на самом деле равняется 3 четвертям. Ну, тоже можно примерно так же проверить. Да, как, что такое 3 четверти, ну, например, это 1 плюс 1 четверть. Кстати, 1 вторая плюс 1 четверть. Например. Или наоборот, что если 3 четверти, то превратится 1 четверть и вычете единиц в площадь 0. А, то есть можно рассмотреть вот это, плюс вот это и плюс вот это. Должно быть равно 0. Ну, примерно так же. Пока случаев немного, это все разбирается на практике. Вот. Теперь за последние 5 минут я вкраз расскажу общую теорию. Во-первых, здесь вот так написали, больше 0, меньше 0. Ну, хорошо, можно считать все что угодно. Но еще у нас есть понятие суммы. И вообще-то, как правило, сумма со сравнением взаимодействует хорошим образом. Например, если складываете что-то больше 0 и что-то больше 0, то вы получаете тоже что-то больше 0. Или если вы складываете что-то больше 0 и что-то равное 0, то вы получаете что-то больше. Ну и так далее. Значит, в данном случае это тоже все верно, да? То есть можно доказать определенное количество теорем. Да, конечно, если складываете что-то больше 0 и что-то меньше 0, то не боюсь, что получится, что угодно. Но, по крайней мере, сравнимое с 0. То есть можно доказать, что если вы складываете что-то больше 0 и что-то меньше 0, то будет либо это, либо это, либо это, либо это. Никак не вот это. Вот. Особенно интересно, что будет, если вы что-то несравнимое с которым складываете сейчас что-то больше 0. Вот. Ну что-то там получается, на самом деле. Вот. То есть тут все это друг другу согласовано. Значит, более того, поскольку у нас есть минус, да, ну, минус есть вот для Акинбуша, да, в общем можно в общем случае сказать, что такое, например, что игра x больше, чем игра y. Ну, это то же самое, что если вы рассмотрите игру x плюс игру минус y, то это будет больше 0. Вот. Ну и, соответственно, здесь тоже все нормально, да, такая транзитивность имеет место, да, там если x больше x, y больше z, x больше z и тому подобные правила все работают. Значит, дальше вот таким вот образом, похожим, можно определить все двоечные рациональности. Да, да, есть некоторая теорема, но на самом деле вот такая теорема будет, что если у вас есть некоторая стебель, конечность красных и синих ребер, то правило такое. Сначала вы смотрите, например, если он синий ребра начинается, то вы смотрите, сколько у вас этажей до первого красного. И вот это, вот это будет просто целая часть, да, то есть до... Вот, или даже можно так сказать, вот сказать так, что сначала у вас каждое синее ребро дает плюс один, а каждый красный дает минус один. А вот как только у вас первый раз произошла замена, то дальше уже будет не один, а все меньше и меньше. То есть вот эта вот красная раз минус одну вторую, дальше, например, синяя плюс одну четверть, дальше синяя плюс одну восьмую, дальше красная минус одну шестнадцатую и так далее. Да, то есть каждый раз сначала одна единица или минус единица, а потом каждый раз знаменательный раз увеличивается, а плюс или минус, зависит от того синяя или красная. Вот это тоже такая теорема можно показать. Если у вас число какое-нибудь иррациональное или хотя бы рациональное, но не двоичное, 1 треть, например, то тогда уже конечного стебля не получится, но если вы это продлите до бесконечности, то такая игра, если это будет... Ну а та треть это будет, что у вас все время чередуются... Точнее, сейчас, две трети, то есть синий-красный, 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 две трети. Вот, а та треть это, наверное, синяя, потом красная-красная, и потом чередуются, синий-красный, синий-красный. Но самое удивительное, что таким десятительным значением всё не исчерпывается. Ну иначе действительно можно доказать, что на этих десятительных значениях сумма определённая вот так, и обычная сумма даёт одно и то же. Но самое удивительное, что эти всё не исчерпываются, например, бывают бесконечно малые числа. Что такое бесконечно малое число? Бесконечно малое число — это, которое больше нуля, вот в этом смысле больше нуля, но при этом меньше, не то что стремится, стремится к последовательности, а просто меньше. Да, средствами это обычная измотанализа бесконечно малого. А здесь прямо актуально бесконечно малое число больше нуля, но меньше любого 1,9 на 2 степеней. Ну вот, на самом деле, хакинг куша это не получится сделать. Но на самом деле, наверное, последнее, что я расскажу, да, что такое бесконечно малое. В плене бесконечно малой игры. Бесконечно малая игра — это вот что. Значит, здесь левый игрок может просто закончить игру, и после этого права не будет ходов. Значит, левый игрок может просто закончить один кок. А правый может превратить ее в мину с одной кущей и одного камня. Правый может превратить в кучу с одним камнем. Значит, тогда это больше нуля, потому что левый все время выигрывает. Либо он первый ходит и сразу выигрывает, либо правый ходит, но правый превращает игру в мину с одним камнем, и левый его забирает. Вот, поэтому это действительно больше нуля. Но при этом, если у нас есть такая игра, и еще отдельно что-то очень маленькое, да, например, красное, а потом такая большая штука. Вот, тогда это уже должно быть меньше нуля. Значит, за этой игрой просто такая штука. Если ходит левый. Значит, что может сделать левый? Левый может сразу закончить вот эту игру. Вот, но тогда он, соответственно, окажется вот тут вот. А тут выигрывает правый. Либо левый может убрать какую-нибудь из штучек вот здесь вот. Вот, тогда в ответ правый вот здесь сидел одним из того камня. У нас есть такая штука, и теперь еще один камень. Вот, вот у нас по-прежнему какая-то длинная штука. Значит, с первого снова ходит левый. Что может делать левый? Левый может еще обрезать вот здесь вот. Тогда правый заберет один камень, и не все, правый выиграл. Либо левый может забрать один камень, тогда правый сразу вот там брежет, чтобы тоже выиграл. Вот, поэтому пока у нас ходил левый первый, то выигрывал правый. Теперь пусть у нас правый ходит первым. Но правый сделает то же самое. То есть правый теперь сразу вот здесь вот сделает один камень. Тогда если левый заберет вот один камень, то правый одеждит, что вот это и выиграет. А если левый будет обрезать вот здесь, то правый заберет один камень. И, соответственно, здесь выиграет потом. Поэтому какой бы высоты здесь ни была эта башня, все равно вот в этой игре плюс эта башня выигрывает правой Вот, ну вот получается, пока у нас эта игра одна, выигрывает левая, поэтому она больше в 0 А когда мы к ней добавляем 1,9 на 2 степене, наоборот, когда мы из нее вычитаем 1,9 на 2 степене, то уже побеждает правая Но вот получается, что она должна быть меньше, чем в любой 1,9 на 2 степене Вот, ну все, надеюсь, вам понравилось